всем привет друзья этот trip 7 часть 2 я выехал в таком сетапе таком составе 5 ривенов высота 13 4 на вот том ривене вот так вот колеса ходуном ходят и одной оси на одной оси вообще колеса нету ну то есть там вообще жесткий беспредел но я заехал на трак вошь помыть трак трейлер 17000 миль на одометре ни разу не мылся грязный нужно сдвигать оси не на веса не занимайте чужое время тем более это запрещено делать все я легален у меня на драйв аксель 33 640 с полными баками практически можно ехать доброе утро друзья это trip 8 а начинается он с аукциона к парт я на к парте сейчас забираю машину все что мне нужно сделать это сейчас подготовить эту верхнюю платформу убрать стрепы я думаю что он отсюда заедет атакую сбоку поставит если нужно будет сделать джек найт поставить и спереди наверное даже и нужно будет отсюда может будет мешать на час посмотреть не видно отсюда на каком уровне эта платформа все сейчас быстренько готовлю нужно еще пойти будет забрать тайтл с офиса поэтому погнали работать нужно убрать вот эти флипперы и вот эти все стрепы в сторону скинуть и здесь тоже самое здесь уровень один он сюда сможет поставить нормально сейчас эту платформу опущу чтоб она не мешала и все и пошел в офис грузят машины сюда уже привезли 3 здесь вот один забрал здесь трак стоял забрал я чуть-чуть передвинулся чтобы не мешать никому жду свою машину не успел показать потому что я как раз шел с документами внутри мне везут машину я все быстренько бросил мне нужно было развернуться чтобы он оттуда мог заехать и все я поставил машину сейчас закреплю но единственное вот я при повороте мне переделали вот эту штуку я заметил сейчас что у меня розетка немножко сильно тянется может вырвать просто розетку поэтому я сейчас немного переделаю ладно это потом сделаю сейчас креплюсь еще нужно будет сейчас сделать инспекцию так тут все как бы тянется так все сейчас закреплюсь с этой стороны закреплю банджа резин этот бампер чтобы вот это вот не отлетела ничего посмотрю что здесь вот это вот скорее всего тоже как-то закреплю и буду выезжать а вот из интересного так выглядит копард вот там территория огромная и вон форклифты трактора ездят гоняют раз два три четыре они сюда подвозят и один отсюда быстренько вывозит все я закрепился сейчас только резинки накину все остальное окей еще хотел доделать инспекцию не очень неудобно здесь делать инспекцию поэтому снизу еще пару фоток на будет сделать резинки у меня вот здесь вот есть вот одна и вот тут еще две неудобно их отсюда доставать я их вешал когда был снизу возможно 2 мне хватит здесь надо цепить за бампер ну все вот так это будет другую сторону вот здесь от боюсь будет задувать сейчас зацеплю еще на всякий случай все то что может улететь держится зеркала закрыты все все погнали вниз и уезжаем вот так снизу еще сделаю инспекцию у меня сегодня день аукционов я приехал на следующий свой аукцион это уже insurance of the action жду пока вывезут мне машину это какой-то новый аукцион большая площадка здесь вот копы стоят чего-то ждут не знаю чего я сейчас хочу машину сюда наверх поставить она должна быть драйва балк но чтобы мне сейчас ничего не скидывать civic этот не скидывать надо поставить его сюда ладно ждем машину пошел в офис узнал попросили чтоб еще раз вывезли тут никого нету должны быстро вывести шериф пока я ушел решил что-то у меня там посмотреть что ему там надо не понятно ждем должны вести мою машину что-то затянули они я я из-вэри good it's two thousand two thousand two pom i think give give me one moment i will check yeah it's very good condition yeah yeah it's two thousand yeah 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 and going to texas mm-hmm yeah from california i like old japan car it was my business and russian yeah yeah japanese call japanese cars yeah yeah it's very good i like it yeah ok я это коп не захотел пятюню отбить все везут не мою машину он этим вместо ворот у них ford explorer и там вообще должен сидеть чувак обычно там отъезжает подъезжает а он просто подъехал и по грузчикам убрал его забавно по грузчикам убрал отодвинул и поехал за моим фьюжином а Добро пожаловать в Казахстан! Где? Вот здесь. Добро пожаловать. Вот здесь. Добро пожаловать в Казахстан? Аааа, да, да, да. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Все, крепимся и погнали. Вообще ее, конечно, можно было туда, наверное, поставить, но я не уверен еще, что у меня за сетап будет. Поэтому кинул ее пока просто куда удобно поставить. Сейчас просто закреплю стрепами и выезжаю. Я не опытен в вопросе копартов, поэтому, возможно, нужно было ее сразу туда кидать. Не запускается. Но ее надо будет прикурить. Но я, если что, я ее смогу с этого этажа руками толкнуть вперед, если уже друг не пойдет. Поставлю нейтралку, эту платформу вот так вот наклоню вперед и все. И она скатится туда сама. Все, ладно. Сейчас не теряем время. Этим всем я займусь попозже. Сейчас надо закрепить машину. Так, возможно, я неправильно поступил. Скорее всего, нужно было его сразу ставить сюда за купером. И это было бы намного проще. Дальше ничего не нужно было бы делать. Неопытен пока в этом деле. Надо было сбоку, она бы сюда его поставила. И все, и забыли бы мы до него. А так придется его двигать куда-то. И это будет проблемой. Ладно, как есть уже. Погнали. Я приехал за следующей своей машиной. Это Копорт. Сейчас нужно взять кошелек. Копорт. И Копорт находится в таком месте. То есть здесь грузимся вот прям вот так вот на площадке, на дороге. О! Вот такие даже машины забираются. Просто мусор. Я хочу поставить Камри сюда. Для того, чтобы ее сюда поставить, мне нужно будет сейчас подготовить. Купер задрать наверх. И Камри прям сюда на нос поставится. И все будет хорошо. То есть сейчас вот эту платформу просто... А, розетку забыл вставить. На перчатки взять. Розеточку вставляю. Оп. Место ужасное. Обычная просто парковка. Все, поднимаю вот эту платформу. Просто максимально ее поднимаю, чтобы не мешалось это... Камри, когда буду ставить, то случайно там не ударили об платформу и поставить ее максимально близко. С нее течет масло. Течет масло. Это шруса, наверное. О, смотрите, военные вертолеты. Четыре штуки полетели. Блин, ну что делать? Придется потом на мойку заезжать. Пусть уже вытекает. А, будет опять перед ривианными пустым трейлером заехать. Я такая же капец. Но здесь машина будет стоять. Лучше она пусть сейчас вытечет. Я сейчас сдам туда-назад. Сдам назад, чтобы там не заняли место. Потому что мне потом будет, во-первых, не выехать. А, во-вторых, мне нужно место, чтобы машину спереди ставить будут. Поэтому мне нужно место, чтобы я мог просто вперед чуть-чуть протянуть. А назад мне как бы много придется выезжать. Если там сейчас кто-то встанет, то я просто не смогу этого потом сделать. Поэтому сдаем сейчас назад и там и остаемся. Вот так. Все, жду машину. Такая тут суета. Вот эти машины почему-то здесь стоят и их назад все завозят на территорию копорта. Вот, один убрал, другой подцепил, поехал внутрь. Все, это сейчас другую машину подцепит, повезет. Здесь пацаны грузятся. Ну, а я жду. Заезд и выезд здесь ужасный, конечно. Вон он. Пузом чешет. Сейчас хвостом, наверное, еще зацепит. Не, хвост прошел. Ну, пузом чесанул. Я тоже думаю, что чесанул. Все, я последний остался. Я думаю, сейчас мне будут вывозить. Камрюшку мою белую. Жду. Мондео, в принципе, окей. Но надо было на экстеншен ее поставить. Я сейчас поставлю туда Камри и у меня еще Лексус наверх пойдет. И я, наверное, подготовлю Мондео этот, двину вперед. Фьюжн гибридный здесь в России, это Мондео. В Америке фьюжн гибридный. Я попробую его, разомкну коробку, толкну его вперед и выкину экстеншены. И завтра на хвост на аукционе поставлю форклифтом. И все, у меня верхний этаж весь пойдет на различные эти площадки. План такой, дальше будет видно. Я пока еще жду. Вот этому чуваку уже все вывезли. Получается, вот у него машина последняя. Сивик и вон Киа ему поставили. Все, осталось. Осталось мне, получается. Больше здесь никого нету. Надеюсь, сейчас вывезут мне мою Камри. Как-то чувак очень грозно все грузит. Очень неаккуратно. Днищем керачился несколько раз. Думал, мое, но не мое. Неужели это еще его? О, офигеть. Он 10 машин берет. Раз, два, три. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Офигеть. Нормально. Вот это упаковка. Куда, интересно, там Мирай поместится, я не понимаю. Интересно только, какая у него высота будет. Все, все влезло. 10 машин. Короче, он сказал, что он не может поставить туда машину. И не может меня грузить здесь. Мне нужно туда переставиться. Офигеть. Офигеть. Так, все, поставили мне ее здесь. Такая вот Камри. Надо будет закрепить вот это все барахло. Нормально, крепимся. С мини здесь, конечно, натекло. Масло с коробки. Только помыл. Трак-трейлер. Так, теперь вот это еще колесо надо как-то сделать. Закрепить. Вот так вот прям и закрепим. Через верх. Честно скажу, опыта у меня нету по перевозке такого металлолома. Так что могу делать что-то не так. Можете советовать советы. Все, теперь осталось запаковать мини. Здесь надо разобраться, как будут провода, чтобы Камри... Вот тут немножко надо будет, наверное, перетянуть. Сейчас я, наверное, выровняюсь. Будет удобней, чтобы вот это все, как положено, поправить. Вот здесь открутить. И немного дальше, наверное, надо будет протянуть. И вот здесь переплести. Все. Идем все исправляем. Едем домой. Завтра утром выезжаем на Лос-Анджелес и дальше на Техас. Так, ну что, мне нужно сейчас что сделать? Фьюжин этот вперед подвинуть. Поставить элемент следом. И, возможно, эту Хонду тоже наверх поставлю, чтобы завтра уже просто грузить в первый этаж. Посмотрим сейчас, что из этого выйдет. Хонда с низким бампером на второй этаж. Не уверен, как пойдет. Посмотрим, буду подкладывать. И сейчас надо понять, что делать с вот этим чудом. Либо его разблокировать на нейтралку, либо сейчас пленку содрать и попробовать его запустить. Лучше, конечно, завести. Но при этом пленку не очень хочется снимать. Сейчас будет видно. Вопрос в том, мертв он по какой причине. Очень не хочется пленку эту снимать, потому что она очень хорошо держит капот. Она прям вот приклеена хорошо. Еще банджа тут. Поэтому по-хорошему бы его... Надо посмотреть, может у него в багажнике аккумулятор. Либо можно его прикурить с багажника. Но только багажник у меня сейчас свисает. В любом случае эту хонду вынимать. Давайте я сейчас, наверное, спущу нижнюю хонду, опущу вот эту вниз. И дальше уже буду снизу смотреть, что с этим делать. Все, спускаем, выгоняем. Лестницу тут надо замаркировать себе. Где-нибудь вот здесь нарисовать. Все время приходится выглядывать, где лестница. Выгоняю хонду. И будем разбираться с той, с тем фордом. Хондочка, хондочка. Даже коп сегодня оценил, в каком она состоянии. При этом пробег у нее большой. 178 тысяч. А тут можно на нейтралке спуститься. Антенка. Все нормально, не зацепились. Блин, я люблю я хонду. И вообще люблю машины на механике. Классно. В общем, отрываю пленку. Я думаю, она бы все равно порвалась бы. Надо будет закрепить это все понадежнее. Потому что лобовое и крыша целы. Капот если прилетит, то платить за это мне. Я вот так вот по капоту ее ободрал. Сейчас. Не открывается капот. Капот. Ну, здесь сместило. Не здесь. Я вижу. Здесь где-то был плюс. Все, ладно. Пошел я за бустером. На улице очень жарко. Я еще ничего не делал. Уже зажарился. Сейчас звонят. Короче, капот я не мог открыть. Потому что, блин, банджи было закреплено. Ну, я ее и затупил жестко. Вот плюсовая клемма. Сейчас попробуем зацепимся. Показывает, как будто бы КЗ. Аккумулятор, скорее всего, в багажнике, я думаю. А здесь показывает КЗ. Потому что здесь, скорее всего, отстрелил предохранитель на аккумулятор. Будем разбираться. Так. Все, машина запустилась. Отлично. Ready to drive. Поднимаю платформу и проеду сейчас вперед. О, нормально. Паркуемся. Чувак просто в столб втемяшился. Лол. Это успех. Все, здесь до конца сейчас поеду. Я думаю, что бустер пока не нужен будет. Так, прикрываю капот, чтобы было видно, куда ехать. Все в сторонку. Сейчас проверю на всякий случай. Ручник. Во. А то, мало ли, убежит. И будет похлеще, чем у того чувака в столб. Горячее очень. Купер чуть выше крыши. Нужно будет аккуратно будет с ветками. Ну, ладно, нормально. Можно глушить. Так, решил я немножко поступить скорее всего по-другому. Потому что я посмотрел, как выходят машины. И мне вот этот элемент проще поставить внутрь. Сейчас еще подумаю. Он выходит первый. Если я его поставлю наверх, то мне придется снять как минимум, даже если я его поставлю сейчас на хвост, то мне придется вынуть две машины изнутри, и он выйдет третьим. А, ну получается то же самое. Если я его поставлю наверх, две машины вынуть, и он выйдет. Если я его поставлю вниз, внутрь первым, то то же самое получится. Две машины снизу вынуть, и он выйдет. Одинаково. Просто сейчас Хонду вот эту надо загонять на второй этаж наверх. Посмотрим, как она по бамперу пройдет. Тут вот эта вот штука хрустит вся. Так, а бампер надо. Он весь тут драный, ободранный. Чтоб она прошла, надо еще раз здесь откладывать резинки, и они уже не проходят. Она зайдет на них. Нет, эта Хонда наверх не пойдет. Нельзя ей наверх не пройдет. Можно помучаться. Сейчас она на резинку наедет и пойдет наверх, но когда буду съезжать, то может быть сломать бампер. Я не буду рисковать, она на механике. Сюда еще вот здесь угол будет заезжать, палить сцепление, здесь еще может скатиться, сорвать бампер. Поэтому не будем. Она будет здесь вот ехать на хвосте. Сейчас поставлю элемент. Сюда поставлю, да, поставлю, наверное, наверх элемент. Потом сюда на хвост поставлю на аукционе. Еще одну машину завтра. И дальше все внутрь. Просто Хонду придется с хвоста туда-сюда постоянно снимать. Поэтому не пойдет. Ставим обратно и отъезжаем. Очень горячее. Все, нужны, я не знаю, перчатки те грязные. Я не хотел их трогать, но очень горячо. Все прям вообще невозможно горячее. Надо термобелье, потому что сейчас вот руку надо вытаскивать. Как ее вытаскивать? Так и поедет. Теперь Сивик. Сивик придется туда-сюда завтра переставлять. Потому что ему место только на хвосте. Надо в столб не въехать. Так же, как чувак на траке на том. Красава. До характерного хруста чувак едет просто. Зеркала не складные. Все, креплюсь и еду домой. Я посовещался и я решил, что надо проехать подальше. Ключи упали с телефоном. Все, чтобы не выпирало. На трейлер, кстати, буксовать нельзя, как сейчас я сделал. Я знал, что она пробуксует. Но так делать не стоит. Все, крепимся. Загнал я подальше вперед, чтобы она здесь не свисала. Потому что мало ли. Просто кто-то прозявает и въедет в жопу. А этого не хотелось бы. Поэтому так вот будет хорошо. И телефон выпал. Все, здесь вот планочки есть. Все, креплюсь. Телефоны так страдалиц уже. Надо менять по страховке. Доброе утро. Вторник. Я в Сакраменто еще. Но уже на выезде в Эльгрове. И забираю машину. Мне диспетчер с утра нашел еще одну машину. Тут она вот где-то ругается. Я нажал на кнопку на пульте. Сейчас забираю, получается, этот Ford Escape. Вот он. Квик-квак-вош. Забираю этот Ford Escape. Дальше еду на аукцион по дороге уже в Элей. И потом на выезде в Элей забираю последнюю машину. И все, и уезжаю на Техас, на Хьюстон. Так что такой план. Делаем инспекцию на эту машинку. И погнали дальше. Все, погнали работать. Буду ставить на второй этаж. Сейчас надо скинуть Civic, чтобы загнать на второй этаж. Они заканчиваются здесь? Нет, нет, нет. Я просто двигатель, просто транспортер. О, вот здесь? Нет, нет, нет. Просто другая компания. Я просто собираю эту машину. Это все. Погнали. Погнали. Все, пока поставим здесь. И лучше закрыть. Все, убираем пальцы здесь, на центральный и на крайний. Так, выходим, смотрим. Сразу глушим. Если что, заведем. Все, пойдет. У нас ничего такого здесь длинного нет. Останется поставить седан. Он сюда войдет. Все, креплюсь. И погнали. В общем, у меня произошла такая ситуация. Я не знаю, вот это вот все надо переделывать. Надо убирать отсюда запаску. Сейчас я ее, наверное, уберу. Чуть-чуть подтяну, чтобы... Немножко все надо по-другому. На повороте вырвало кабель с розетки силовой. И вот он как потерся. Сейчас надо его замотать. Все это надо переделывать. Вот это вот все мне вообще не нравится. Запаску надо сюда. Вообще, я ее сейчас хотя бы туда куда-то уберу на трейлер. Но все это надо убирать. Это все так не должно быть. Ладно, переделываю. Не знаю, как-то так вот должно. Пружина растянулась. Она на помойку. Вторая нормально держит. Можно вот эту первую. Ну, сейчас эту подтяну. И думаю, может так и пойдет. Висит, не кацается. А запаску... Сейчас попробую, уберу куда-то сюда вниз. Запаску запихал. Она никуда отсюда не денется. На одну резинку привязал. И достаточно. Эти три степы пойдут сейчас на Лексус. Кстати, Лексус мне уже поставили. Я пока оформлял документы. Мне его уже привезли. Прибежал бегом, чтобы он мне успел его сюда поставить. Потому что он его скинул. Скинул здесь просто. Я ему показал, что давай-ка сюда закинь. Так что такие дела. Ладно, сейчас надо закрепиться. Тут неудобно. Надо как-то туда подлезть. Лестницы, к сожалению, нет. Как есть, так будем цеплять. Так, надо еще инспекцию сделать. И вот это все привязывать банджами. Чтоб не повлетало. Так, кинул здесь резинку. Кинул здесь резинку. Там запчасти насыпались, улетят. Кинул здесь. Хотя отсюда лучше достать. Все. И все-таки стрепа была не лишней. Еще одна стрепа нужна. Поэтому опять лезем вниз. Вон, тройка. Закинул. И поехал за 1,80$. А мы тут мучаемся. За 5 долларов миля скачем туда-сюда. Все. Делаю инспекцию. И на выезд. Едут суровые перевозки. Перекошенные туда-сюда машины. Его болтает. Три машины. F-350. Не очень выглядит. 1,40$ до пикапа в Лос-Анджелесе. Еду. Уже в горах. 7 машин. Тяжелых машин нет. Идет хорошо. Каскадия в гору. 10-ая передача. 44 мили. Тройвенчиков настигаем. Либо дизель хороший, либо веса. Потому что не так много. Не знаю. Но 7 машин все же на трейлере есть. Но хорошо идет. О, я забыл свой телефон. Один момент. У вас сильный акцент. Где ты? А, русский. Это то, что я думал. Да. Моя английская не очень хорошо. Извините. Нет, это хорошо. Это звучит, как половина моих работников. Твои работники из России? Нет. Я в конструкции. У нас есть много русских компаний. Да. Твои работники делают тюрьмы. И закончат работу. Да. Они делают хорошие. Да, да. Они делают хорошие работы. Да, я еще не был в Россию. Я еще не хочу идти. Не хороший момент. Нет, не хороший момент. Да. Потому что война в России. А? Потому что война в Украине с Россией. Да. Да. Да, это не хороший момент. Да. Да, фейк-балка. Да, фейк-балка. Да. Но много людей умерли. Да. Это грустная форма. Да. Это хорошие люди. Хорошие люди, да. Я приехал из Москвы 2,5 лет назад. Но я родился в регион Ростове. Это рядом с Украиной. Да. И у меня есть семья в Украине. И у меня есть друзья в Украине. О, мой бог. Да. Это... Я у меня есть друзья в Украине. Из Украины здесь. И это реально фейк-балка. Мы как семья, русские и украинские люди. Но пропаганда, ты знаешь, это... Плохо время сейчас. Нет, это правда. Это очень грустно. Да. Где ключ? Я хочу взять одометр. Когда ты открываешь дверь, он откроет. И это идет в украину, да? Я думаю, да. Я думаю, это в Тексасе. Да, это в Тексасе. Я не уверен где, в Тексасе, в Тексасе. Это много солнца. Да, у него солнце. Один ключ, да? Один ключ. Один ключ. Ты мне две, да? Один ключ. Один ключ. Мне нужно снимать фотографию Два кнопки Это двигатель Подписывай имя, пожалуйста И двигай свой знак Хорошо, это все Он идет в Хустон Ох, Хустон? Да, Хустон О, хорошо Спасибо большое, сэр Да, тоже Спасибо И твои семьи и друзья Спасибо Отцепляем Хонды, выгоняем Аваричку Так, теперь Задом Мерседес Должен пойти, вкладываем зеркала Музыка Авторские права Так Поехали Попробуем Вылезем сейчас через окно И закроем стекла с пульта Надеюсь, Мерседес это умеет Уп 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 Дополнительные стрепы доставать Отсюда Или где они у меня лежат Вот здесь одна есть А здесь даже две есть Вот одна сюда Одна сюда Блин, а тут чуть-чуть И вроде как бы назад надо Не подлезешь А сюда далеко Опять как обычно Вот здесь надо наварить Еще одну планочку Я думаю, что сильно далеко Ну, сейчас посмотрим Здесь высоко Высоко бампер Может и нормально будет Ну, планку надо наварить Потому что это Не дело Постоянно здесь Это колесо не закреплено Все время здесь не попадает В принципе Итс окей Затянем Посмотрим, как она затянется Ну, касается Низа Но это не страшно Просто коснулось Изнутри подкрылка Норм Трепы уже надо половину Повыбрасывать Поизносились Но мне новые не все давали Пора уже Часть новых взять На сервисе Ладно, что не буду вас томить Креплю Загоняю Хонду Тоже креплю И выезжаю Померять высоту Надо будет все проверить Еще раз из трепы И можно ехать Будет чуть-чуть выпирать Да, потому что здесь вот так Вот это планочки Надо сейчас скачусь Надо назад перекинуть Сейчас посмотрю сзади Здесь это нормально Вот эту перекинуть Все, надо чуть съехать Так, все, здесь все хорошо Здесь все подлазит Здесь все хорошо Все, и здесь Конечно, можно было Чуть вперед Сейчас тяжело будет подсунуть Но думаю, что подсуну Ладно, пробуем Сейчас за заднюю потяну И хватит там места тогда Но для этого надо задвинуть Рэмпы надо задвинуть Ни хрена я не смог подсунуть Уже застегнул задний стреп И пришлось скинуть Надо прям чуть-чуть вперед Заднюю стрепу затянул А здесь нифига все равно не подлезло Как бы я не старался Пихал, 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 пихал Так и не смог Вот сейчас теперь все залезло Тут теперь просто надо Протягивать И так Все там низко-низко Здесь вот по куперу И поэтому Непонятная высота Здесь можно один пин поставить ниже Но смысла нету Камри возможно прыгает Боюсь вообще, что багажник может открыться Но Вроде как прилепили Не должен Здесь тоже должно быть Все окей Да, все окей Без следов Сейчас проверю везде стрепы Здесь все затянуто Здесь все нормально Нормально Здесь затянул Вот здесь должны быть прослаблены Хотя нет Нет, не прослаблены Здесь все держится Тоже все нормально Банджи держат Здесь все хорошо Все Померю сейчас высоту Самый высокий у меня мини Думаю 13,5 где-то Где-то здесь по крыше Не больше Можно не мерить Но Чтобы быть уверенным Лучше померить А для этого надо Трак завести Чтобы поднялась пневма 13,6 не проходит 13,7 проходит Все Значит можно 13,7 13,10 можно На навигаторе ставить Но здесь нет смысла даже мерить Здесь все Дальше низко Все Вытаскиваю розетку Скотч этот плохо держится Вон он Распускается Нужен новый кабель Все На этом все Можно выезжать Так лучше не делать Я стараюсь так Не разворачиваться Но сейчас Нужно было так сделать Потому что там Дальше ветки Вариантов особо не было Поэтому Пришлось разворачиваться На месте Ладно Едем дальше Всем привет-привет Друзья Ну что Время небольших апдейтов Вчера я Запикапил 3 машины И с утра С самого Сакраменто И до ночи Когда я лег спать Я проехал 720 миль То есть 3 машины Допикапил Полный трейлер был И 720 миль Проехал Поспал я хорошо Утром встал Я был уже Проснулся в Аризоне Заправился с утра Помылся в душе И сейчас Продолжаю ехать Ехать мне еще 700 миль 700 миль До первого дропа То есть первый дроп Я буду делать завтра Рано Утром Чтобы завтра Успеть еще Часть машин Дропнуть И возможно Что-то даже запекать Поэтому План такой Сейчас просто дорога Просто едем Погода хорошая За бортом Солнышко 90 градусов По Фаренгейту Едем на круизе 69 704 мили Скоро буду останавливаться На обед Покушать Сделать полчасовой брейк Ну и дальше 700 миль дороги Погнали Погнал «Симон» 300 миль Уплот Ну и дальше Уплот Субтитры сделал DimaTorzok Доброе утро, я на доставке, вот адрес, там дом, доставка вот этой хонды, но для того, чтобы мне сдать эту хонду, мне надо вытащить GLC и вытащить вот эту вот хонду, маленькую, поэтому так пришлось немножко на обочину встать, но нормально, она достаточно жесткая, нужно быть аккуратным в этом плане, но здесь все хорошо. Все, погнали работать. Все как обычно, задираем полностью платформу вверх, выгоняем Mercedes и все остальное, там у нас запасы большие, поэтому просто нужно полностью все поднять. Так, все наверху, раскидываем стрепы, хонда уже какой раз съезжает и заезжает, клиентка не хочет сюда выходить, вернее она не то, что не хочет, она попросила меня, чтобы я подъехал туда, по этой подъездной дорожке к ней, потому что она сказала, по двору гуляет скунс и она типа боится его, поэтому она попросила, чтобы я туда подъехал. Говорит, если не сможешь, то я попрошу разбужу соседа. Я говорю, все окей, жди, поэтому ко мне никто не идет, это и к лучшему меньше посторонних глаз, проще работает. Ладно, не буду больше снимать, у меня не так много осталось памяти на флешке, здесь шумно, поэтому просто работаю. Вот так отогнал хонду, сейчас также мерседес, подальше отгоняю, чтобы не мешало выезжать, заезжать на аваричке, закрыл, замкнул ключи с собой, потому что пока туда поеду, трак тоже закрыт. Безопасность должна быть безопасной, ладно, выгоняем Мерс. Надеюсь, мерседес окна откроет, да, это идеально, потому что можно залезть в машину таким вот методом. И внутри. Так, все, поднимаем все стекла, есть. Обязательно закрыть машину. Все, осталось хонда. Нужно телефон сейчас еще остановиться в траке забрать. Так, какой из них, этот или этот? Так, что тут написали? Она изгибается вправо, да. Да. Привет. правда? сейчас все нормально где ты паркнул машину? на дороге, на У.С. я нужна твоя сигнатура я ждал и ждал нажимай в твой имя, пожалуйста и тогда сигнал да, сигнал брокер сказал тебе другую информацию я знаю окей, это должно быть 1100 да, да, да ты можешь считать да, да окей, спасибо я надеюсь, что ты не убежал окей, правильно и тогда ты окей я просто хочу проверить обратно да, нет проблем окей, спасибо большое ты хочешь вернуться домой? я буду ходить, не волнуйся я могу тебя не волнуйся, это хорошо ходить для меня не волнуйся окей ты знаешь, я хочу тебе hug спасибо окей, нет проблем добрый день добрый день добрый день добрый день добрый день я буду, спасибо ну, в общем-то все видели денежку заплатила кэшем чаевых нет ну и ладно, она и так долго ждала машину но по причине того, что брокер наобещал одного а мы как бы готовы были только сегодня доставить и как бы все по плану как мы обещали, так мы и доставили все, трак вон стоит две машинки обратно и поехали на Хьюстон сегодня что успею дропну и что успею запикапаю и поеду во фрипорт вечером чтобы завтра закончить дропы и завтра вернуться в Хьюстон закончить пикапы и выехать обратно на сыгры план такой, простой как обычно погнали работать 15 минут до дропа Хонда льет как из ведра вообще просто дворники на все ничего не видно сзади вон одни фонарики видны надеюсь сейчас прекратится когда я подъеду все, Хонда уехала тут алкаши какие-то наркоманы докопались до нас пришлось с чуваком с этим, который который привез он мне кэш сели в трак вместе он мне в траке деньги отдал все, пакуемся и валим отсюда не очень место для разгрузки но как есть с аварийкой за знаком нормально самое главное, что машинка крайняя и не пришлось разгружать еще что-либо поэтому все хорошо впереди вот такой тоннель из веток мне тут осталось буквально до фривэя пол мили стою вот так поворотная полоса на улице жарище я остановился сделал максимально низко мини-купер над камри оставил совсем чуть-чуть расстояние сейчас выйду из вот этого плена веточного и приподниму купер надеюсь сейчас проскочу здесь под ветками буду сейчас на аварийке петлять между полосами приехал я на дроп мерседеса со второго раза заехал здесь вот так вот проехал мимо вот здесь вот у них показывана парковка вот здесь въезд но у них здесь все загорожено никуда не проехать пришлось вот так вот проезжать разворачиваться и вот со второго раза я повернул в другую улицу вон там находится дилерка пошел выгружать мерседес а там он оживленное движение было сложно заехать пришлось перегораживать с той стороны везде короче пришлось движение перегораживать чтобы повернуть так розетка вставлена я сейчас сразу заодно подниму камри сейчас посмотрю все ли в порядке должно быть все в порядке вот здесь я сделал близко вон там там все хорошо надо сейчас просто поднять сейчас просто подниму по пину на пин здесь и на пин здесь чтоб не забыть потом вот теперь все хорошо сразу пины поставлю потому что с ветками там шутки были плохи ну и с другой стороны ну и все здесь просто опускаем на пины все выгоняем и сейчас вот этот мерседес а для этого надо все поднять наверх и кстати вот я встал но наверное не достанет когда подниму но надо обратить внимание потому что сверху новая машина нужно будет аккуратным быть нет не хватит расстояния сейчас сдам назад потому что этот форт высоко поднимется и вот этот фьюжен тоже поэтому надо надо сдать назад все так лучше сейчас можно теперь поднимать теперь ветки над фьюженом но фьюжен подниматься практически не будет буквально чуть-чуть жопа задерется так что все можно смело поднимать полностью поднял рэмпу вытащил скидываем стрепы так что там за рестораном дилерка трак закрыт просто тупо не пускают вот здесь я вот там остановился чуть дальше просто не пускают тесла красавчик пропустил а и в и и и и и и пока сдавал машину пришло вот уведомление на телефон по поводу грозового шторма который начнется сейчас 7 п.м. реально что-то заходит потемнело а мне нужно забрать mercedes ой не mercedes а что мне нужно забрать не нужно забрать к короче какой-то севе тут рядышком совсем поэтому все надо мчать бегом пока не начался дождь и вся эта гроза и все все что будет происходить не очень хочется 1 погнали только выехал и вот уже начался дождь пошел дождь он два трака еще приехала только-только ветки он шатаются надо отсюда сваливать ужасная погода начинается очень сильный ветер поднялся буду пикапить гран чирокия ехать мне буквально здесь 3 мили 2 мили 3 минуты но ехать я буду не 3 минуты потому что там пробка и здесь вот такая вот ужасная погода начинается не знаю как я сейчас буду пикапиться как я буду делать инспекцию ничего не будет видно телефон будет тупить по 2 под дождем посмотрим ладно надо ехать сверкает ничего не видно зеркала прекрасная погода просто смотрите шторм начался в окно плохо видно но там он сдувает вот смотрите как то есть дождь и сильный ветер всю воду сдувает туда вперед наш трак он шатает это прям шторм это не просто дождик просто жесть лишь бы торнадо не начался потому что здесь может и торнадо начаться просто накрыло жестко пацаны там бедная сейчас разгружаются а мне грузится тоже не сладко сейчас будет но я может подожду щас посмотрим шарахать будь здоров только что прям здесь где-то сверкнула прям мощно там он уже такой поток воды не техас я не собираюсь переезжать техас здесь погода не подходит для меня не видно в зеркало на этом такой поток воды толкают даже вот и вперед толкается вода передними колесами жесть вода уже просто стоит но ливневки еще не переполнены и просто не успевает вода уходить вон ливневки просто очень много воды прибывает я щас еще не знаю где я тут припаркуюсь сюда поворачивать не поворачивать тут вроде есть дорога она с ветками и он я с поворотником налево можно поворачивать налево с этой полосы и он пожалуйста набиваются всем вообще пофигу знак завалила это действительно хьюстон у нас проблема парковка вот большая на нее не вижу заезда сейчас вот сюда может заеду хотя нет поехали дальше это лупит я не хочу под этим деревом стоять так будет нормально все вот она дилерка но я туда пока не пойду подожду пока все это закончится докладываю обстановку из-за шторма все пошло по одному месту я приехал на то деливери вы сами видели мне ехать было пять минут вернее на пикап я приехал на пикап звоню чуваку говорю сейчас дождь пройдет и я подойду он говорит а я уже уехал я закрыл целый день звонил спрашивал когда мы приедем забирать машину и в итоге просто сам взял и раньше времени ушел слился он работает до 7 я приехал без 20 это дождь говорит я типа закрылся я уехал ну короче такая фигня я еще должен был гелик забрать и гелик тоже позвонили сказали давай на завтра типа шторм все дела на улице погода подулучшилась дождя нет ветер я приехал на пайлот стала так вот на плохо стою мест нет заправился сейчас прям так стою пойду схожу в душ я следующий в очереди и покушаю и поеду во фри порт там уже где-то по дороге или во всем самом при порту остановлюсь уже на ночевку либо где-то на подъезде здесь я ночевать вот так не буду сейчас пока просто пойти помыться нормально я никому не мешаю выезжать заезжать объезжать как бы стоять здесь всю ночь не желать но я более чем уверен что кто-то здесь будет ночевать после меня когда я уеду припаркуется но я не собираюсь так делать ладно погнал я в душ кушать и увидимся завтра доброе утро друзья ну что следующий день я в порту подъезжаю в порт осталось 2 мили 3 минуты буду там 750 они открываются 8 поэтому я как раз к открытию приезжаю сейчас посмотрим может быть уже будет какая-то очередь может не будет сейчас разберемся еду туда же где был в прошлом трипе поэтому вроде как должно пройти все быстрее потому что я вроде как знаю что делать но из нового будет то что две машины нужно разгружать погрузчиком вот этого пока не понимаю насколько это быстро произойдет как это вообще будет происходить но по ходу разберемся надеюсь это будет быстро ладно подъезжаем ну что я закончил в порту не снимал потому что снимать там вроде как нельзя кстати ну можно было попробовать следующий раз попробую поснимаю ситуация такая две машины у меня была на forklift но сняли только одну сначала потому что брокер вернее отправитель кто шипер забукали машину одну на отправку через forklift снимать с этого другую как просто towing а это значит что я должен снять машину с трейлера сам а это мини а у мини там просто вырван шрус то есть она нет не ездит сама нужен тоже forklift я вызванил диспетчера диспетчер вызванил соответственно шипера разбирались там переделали на окей все поменяли они оплатили этот forklift и forklift а мне сняли тут еще одну машину и я снял съехал сам с лексусом но были еще проблемы первое у лексуса болталась защита внизу как оказалось этого нельзя допускать и они мне не приняли машину мне пришлось возвращаться ставить машину на трейлер хомутами там защиту снизу закрепите только потом они у меня ее приняли второй момент машины которые снимают forklift а нужно снять аккумуляторы не то что снять клеммы с аккумулятора вообще аккумуляторы вытащите машины плывут без аккумуляторов этого я тоже не знал и пришлось снимать а у мини и у камри снимаются они не так просто там нужно умение вообще разобрать вот эту где зону дворников и там еще потом воздуховоды короче впуск разобрать только после этого можно было снять аккумулятор у камри то же самое пришлось впуск где корпус фильтра воздушного тоже пришлось снять на все на это потрачено было время диспетчеру сказал диспетчер должен с них попробовать выбить дополнительные деньги такой исход я уже обратно вернулся в хьюстон 11 минут до пикапа следующей машины через 11 минут я заберу одну машину потом еду на атлантик экспресс через который кстати я вожу машины забавно у меня там сейчас стоит дочь рэм которые уплывают которые у меня заказали с ну я купил на аукционе заказали машину и она сейчас там уже уплыла скорее всего забавно атлантик экспресс везут туда дропать машину я с ними работа и кстати кому нужна машина в описании ссылочки на мои соц сети пишите заказывайте без проблем любую точку мира доставим со всеми оформлениями со всеми делами hopport insurance манхейм дилерки что угодно вообще без проблем сейчас я забираю машину потом еду в атлантик дропаю вот отбитый еще один у меня стоит ford fusion и потом еду на дроп форда и там еще есть у меня пикап volkswagen passat а дальше посмотрим по времени куда успеваем туда поедем сегодня остальное все завтра погнали опять забыл розетку капец у меня все грязное до жути после этого порта извините я вас ударил все как обычно дилерка парковаться некуда знаки выставил движение оживленное пишу сегодня надо все успеть поднимаю сейчас быстренько все платформы туда пока его поставлю а дальше будет видно ладно погнали работаем очень шумно но прикольно все быстренько стряпусь и поехал дальше сегодня очень плотный день все запаковался все поставил забираю треугольники и погнал приехал на деливере этого ford а здесь вон там где стоит красный это здесь транспортная компания на место здесь вообще нет 5 какая-то ерунда вроде бы морская компания которая принимает машины принимает контейнера места припарковаться просто нет поэтому как есть так есть так и в кущери тут залез камыши будем разгружаться здесь так сейчас резинки на все позабирать свои потом уберу пока так просто зацепим прикол ford разрядился почему-то все было закрыто все выключено я ничего не включал чё за бред надеюсь бустера хватит запустить две машины показывает что заряжен когда спешишь начинается какая-то ерунда оставлю его заведенным заряжается паркинг ручник блин взял заглушил все пусть работает тарам-пам-пам все это потом уберем села батарейка мне когда я был в атлантике в общем машину я отдал быстренько запаковал ford обратно на хвосте и сейчас уже еду на деливере этого ford это последний деливере в этом полутрипе и потом начнем пикапиться уже обратную сторону ну как начнем уже начали одна машина уже на тренинг я на деливере ford вот quick-quack wash локация машина также пленки затянута подошел к парню он говорит я тебе он позвонил боссу сказал все окей выгружай машину я тебе подпишу я сюда заехал он через ту то есть я ехал по встречке и мне придется назад также сдавать не знаю попрошу возможно кого-то перекрыть дорогу посмотрим вариантов других не было я не люблю так выезжать задом на дорогу на оживленную но какие сладно выкидываем рэмпы спускаем и выгружаем окну что-то горит уже хорошо все завелся сказали что могу встать где угодно поэтому паркуемся здесь авто стоит я не знаю почему он разрядился ладно делаем инспекцию ну и на этом trip 8 часть 1 окончен всем спасибо кто посмотрел всем спасибо кто поставил лайкос коммент подписался ценю уважаю тому кто хочет больше информации больше контента ссылочки в описании telegram там я выкладываю сколько зарабатываю в инсте вообще в принципе моя жизнь движуха и все интересное поэтому подпишись подпишись на канал спасибо что посмотрел пока